Собрать простой акустический левитатор гораздо легче, чем кажется. И сегодня мы с вами в этом убедимся. Давайте разберемся о физике процесса. У нас имеется два излучателя, которые расположены друг напротив друга. На них подается сигнал без смещения фазы, а значит они создают стоячую волну. Если же в эти области стоячей волны поместить легкий предмет, то она будет пытаться вытолкнуть его вверх. То есть расстояние между излучателями зависит от скорости звука и частоты самих излучателей. И кратно вот это величине. Схема устройства перед вами. Я решил выбрать STM32 вместо R-Link, так как у нее имеется прямой и инверсный шим. А это упрощает нам задачу в разы. STM32 генерирует сигнал 40 кГц, он усиливается драйвером и поступает на излучатели. Они уже создают стоячую волну. Для сборки нам потребуется некое количество деталей. В первую очередь это излучатели. Взял вот такие на 40 кГц. Их можно купить как отдельно, так и модулем и выпаять из модуля. Потом его разбираем и достаем сам излучатель. Корпус можно выкинуть. Также напечатал две вот такие вот крышечки-держатели, которыми можно задать расстояние. И еще попался с выбором драйвера. Вот такой драйвер работает хорошо, а вот такой драйвер работает плохо. Так как он не может пропустить через себя частоту в 40 кГц. И на выходе просто каша. Собираем все в макетку. И теперь необходимо припаять проводки и соединить с корпусом на макетке. Для подбора правильного расстояния необходимо выполнить следующее условие. Подключаем только нижний излучатель. На него становимся щупом осциллографа. А вторым щупом становимся на верхний излучатель. Смотрим на осциллограф и мы должны попасть точно в фазу. Сейчас я вам покажу, как неправильно. Вот это уже неправильно. Подбираем расстояние, чтобы у нас совпала фаза. Вот это идеальное расстояние. Ну а вот собственно и первые результаты. Как видим шарики пенопласта парят в воздухе.